Друзья, я приветствую вас у себя на канале и сегодня в рубрике детская психология видео на тему, что нельзя говорить ребенку. Я думаю, что существует очень немного таких тотальных табу, то есть таких тем, на которые с ребенком нельзя говорить вообще никогда, ни при каких обстоятельствах. Но сегодня я хотел бы остановиться на некоторых темах, которые, как я считаю, не стоит на эти темы говорить с ребенком. Я думаю, что не стоит родителю говорить своему ребенку о том, как ему тяжело живется, как он тяжело работает, какая сложная ситуация в стране и вот все эти прочие вещи. Потому что, ну да, ребенок это такой благодарный слушатель, он, наверное, не может не слушать. Но здесь нужно понимать, что одно дело, если у вас есть потребность выговориться, то выговориться нужно с кем-то взрослым, пойти к какому-то специалисту и с ним поговорить. И совсем другое дело, если ты, будучи родителем, жалуешься ребенку, вот вы представьте, как это воспринимает ребенок. Ему кажется, что весь мир становится нестабильным и каким-то небезопасным, поскольку его родитель жалуется ему, который ничего не может по этому поводу сделать, по поводу того, как тяжело живется ему. Это, в принципе, может привести к развитию такого страха большого открытого мира у ребенка. Иногда родители пытаются таким образом выработать у ребенка чувство благодарности. Вот я так много работаю, я отказываюсь от многих вещей для того, чтобы у тебя все было. Но у ребенка это вызывает скорее чувство вины, чем чувство благодарности. Тут работает такая схема. Родитель наполняет своего ребенка, чтобы тот потом смог наполнить своих детей. Да, конечно, желательно, чтобы ребенок как-то вот тепло относился к своим родителям. Но нужно понимать, что когда, вот есть такое замечание, родители часто попрекали ребенка, как-то вызывали в нем вот так вот специальное или не специальное чувство вины, то такие дети очень часто, когда вырастают, начинают отстраняться, поскольку им тяжело находиться в этой атмосфере вины. И с другой стороны, когда родители достаточно открыто относились к своим детям, то потом те дети, будучи взрослыми, сильными, могущественными, активными и умеющими реализовать те возможности, которые перед ними открыты, они достаточно тепло относятся к своим родителям. Нельзя, чтобы один из родителей говорил ребенку, что второй родитель плохой, потому что нельзя ставить ребенка перед таким выбором. Для ребенка родители это два основных человека, которые являются таким эталоном всего внешнего мира и те отношения, которые у ребенка возникают и формируются с родителями, это такой, как бы, знаете, лекало тех отношений, которые потом будут у него со всем миром. Часто бывает так, что один из родителей, испытывая какую-то неприязнь, обиду или еще что-то к другому родителю, предположим, отец бросил, мать, естественно, на него как-то обиженно чувствует предательство и она жалуется своему ребенку о том, что отец вот так себя повел. В такой ситуации у ребенка нарушается целостное восприятие мира. Ребенок чувствует себя, вот, как бы, такой частью и матери, и отца, и если отец как-то отрицается, то от него нужно отказаться и отказаться от части себя, и, ну, это приводит к очень нехорошим последствиям. Ну, а в детском возрасте это может просто привести к непослушанию, потому что ребенок таким образом бунтует и отказывается от навязывания идей, когда ему нужно делать выбор между одним родителем и вторым родителем. Также при ребенке не стоит критиковать бабушек и дедушек, потому что часто бывает так, что есть объективная такая ситуация, когда критика вроде как возможна, но это не должно быть при ребенке. Почему? Потому что когда ребенок слышит что-то типа, ну, вот, бабушка или дедушка, они, ну, плохие, грубо говоря, или вот ты такой, как они. В такой ситуации, поскольку ребенок ассоциирует себя со своими родственниками, он может присвоить себе какую-то вот такую негативную роль, поскольку он часто об этом слышит. Не стоит при ребенке говорить о тех трудностях, которые вы испытывали в связи с, ну, с ним, с его появлением, потому что часто бывает так, когда какое-то или семейное вот такое застолье, или какой-то вот гости пришли, и, предположим, мать рассказывает о том, как она долго не могла забеременеть, как она тяжело переносила беременность, какие были страшные ужасные роды, как ребенок долго болел, как она отказывалась от всего. И вот когда ребенок все это слышит, у него возникает вопрос, зачем, для чего все это. И он видит вот в этом чуде рождения какие-то сплошные страдания. А поскольку у ребенка есть такой физиологический свойственный возраст, то эгоцентризм, и он считает, что все, что происходит в том мире, ну, вот в его небольшом мире, оно все так или иначе связано с ним, то он считает себя виноватым, потому что это я виноват, что маме было так плохо. В такой ситуации у ребенка возникает не благодарность, а вина, поскольку вина это более древняя, более архаичная, более такая примитивная эмоция, и тут до благодарности дело не доходит. Ребенок чувствует, что он виноват в том, в чем, ну, не должен был он быть виноватым. Также это может привести к тому, что девочка может во взрослой жизни, ну, как-то вот бояться заводить семью и бояться своего материнства. Мальчики также могут к родительству относиться с какой-то опаской. Поскольку помнят вот этот весь страх, который, предположим, реплицировался, то есть это рассказывалось не однажды, а когда мама на всех праздниках рассказывает про то, как ей было тяжело, и это становится такой семейной легендой. Не говорите при ребенке о своих прошлых взаимоотношениях или о прошлых взаимоотношениях другого родителя. Дело в том, что для ребенка очень важно ощущение своей исключительности и несомненности. Ребенку, ну, в детском возрасте очень сложно понимать все вот эти вот такие взрослые вещи, связанные со сложностью коммуникации и отношений. И у него возникает просто сомнение в том, что родители были уверены в своем замысле того, чтобы появился этот ребенок. То есть это такое нелогическое, экзистенциальное убеждение в том, что я желанен и что мои родители совершенно не сомневались в своем желании того, чтобы я появился. И вот все эти вещи, которые часто люди говорят своим детям и которые, наверное, не стоит говорить, очень часто я сталкиваюсь с ними на терапии, когда человек приходит, взрослый человек, и говорит о том, что ну вот я о чем-то таком, о чем-то важном для себя, о чем-то, что у меня болит, говорю с ребенком. И совершенно понятно, что это происходит только потому, что у человека, у клиента нет другого человека доверенного. Или, например, он не ходит на терапию, он не получает ту помощь, которую ему необходимо получать, и он использует, что ли, ребенка, ну как способ такого, что ли, самопомощи и самолечения, что, ну, неправильно. Поэтому старайтесь не говорить детям такие вещи, которые им слушать не нужно, а вам просто нужно это кому-то сказать. Находите других людей, которым это можно говорить. На этом все. Тема очень большая. Возможно, есть еще какие-то темы, которые вы можете из своего опыта можете привнести. Пишите, пожалуйста, в комментариях, как вы думаете, что нельзя говорить ребенку. Если эта тема для вас важна и видео понравилось, ставьте лайки под видео, нажимайте на колокольчик. Подпишитесь на мой канал в YouTube, если еще не подписались. Подпишитесь на мой Instagram. Берегите себя и своих близких. И до встречи в следующих выпусках.